Аккодекс великих бойцов Привет! Сегодня будем смотреть игрушку Mortal Kombat, первая часть, на Sega Mega Drive, конечно же. Я вообще не фанат файтингов, но всё же такую игрушку пропускать просто-напросто нельзя. Это легенда, живая легенда, до сих пор ещё живая. Многие играют. Так, ну что, подробно посмотрим, кто здесь есть. Это у нас Джонни Кейдж, конечно же, голливудский актёр Джонни Кейдж, преступник-бандиты Забияка Кено, Бог Молнии и Грома, Рейден. Ёкал, ну я же не выбирал его. Дайте мне посмотреть на игроков-то. Ну ладно, Рейден. Остановились мы на Рейдене, значит, да? Хе-хей! Я, конечно, не особо такой суперский игрок в эти игрушки, но всё-таки что-нибудь да я делать могу. Что мы видим по графике? Очень даже неплохо для 92-го года. А это, по-моему, насколько я знаю, был порт с игровых автоматов вообще в Mortal Kombat. Да, это порт с игровых автоматов. По графике у нас задний фон. Анимированный, конечно же, анимированный. Ох, Саб-Зиро. Только не надо меня трогать, пожалуйста. Так, кнопка B у нас блок. Насколько я помню... Да-да, это я помню ещё что-то блок. А, так-так-так-так, Рейден же может стреляться, по-моему, молниями, нет? Как это сделать? Только я уже не помню. Ой. А телепортироваться я тоже не могу, да? Печально, конечно. Ну и фаталити я, конечно же, тоже не знаю, потому что в первую часть я играл очень-очень мало, потому что у нас распространена была вторая часть. Ну и третья, и ультиматум. Так, Скорпион. Скорпион. Коронная фраза, конечно. Так, ну что, Скорпион? Эксцелент. Музыка у нас очень даже ничего такая, приятненькая, то есть в восточных тонах такая, темы восточные. Но чувствуется большая разница с... О, ничего себе. Чувствуется большая разница, конечно же. Чувствуется большая разница со второй частью. Здесь она написана более проще, как мне кажется, то есть звучит она очень просто. Ну и анимация у наших персонажей не такая и широкая, как была на второй части, и на третьей, и так далее. Ультиматум пошел. Уйди, Скорпион. Так, убей меня, ладно уж, я хочу выбрать другого игрока. На Рейдена мы уже посмотрели. Ничего долгом я с ним сделать не могу. Ну и фаталити нам тоже не сделал, к сожалению, Скорпион. Все было, конечно же, это заснято motion caption. Вроде бы так называется, да? Когда датчики одевают на актеров, они уже делают какие-то движения. Потом это все вносит в компьютер и обрисовывается. Game over. Конечно, я согласен, что game over. Все нормально у нас. Кстати, пещерка. Пещерка замечательная. Она встречается у нас в третьей части. И в ультиматуме также. В первой, но во второй такой пещерке вроде бы нет, поскольку я помню. Ладно, мы будем делать подробный смотр на эти игрушки, поэтому я думаю... Все, мы с вами увидим. Так, что у нас дальше есть? Рейден, бог грома и молнии. Лю Кэнг, который мстит за своего брата. Скорпион, Саб-Зиро и Соня Блейд. Все точно как в кино. Ну, естественно, кино было снято по игрушке. Так, кого мы выберем? Давайте выберем Саб-Зиро. Такой кратенький забег будет просто на игру. Посмотрим графику. От звука мы уже оценили. Здесь локаций не так уж и много. Так, что он умеет делать у нас? Я уже не помню, как я что-то делал. А, вот, я только что хотел пустить. Ну, что ж ты не дал-то мне, ну? Что ж ты не... О, есть такое дело. Есть такое дело, красавчик. Ха-ха-ха-ха-ха. Как-то еще можно было подножки делать. Лед делать под ногами противника. Шансунг, смотрите, здесь шансунг. Здесь обросший, волосатый, бородатый. Во второй части он уже аккуратненький. Подстриженный со светлыми волосами. То есть они у него не седые. Но здесь он седой. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Давай, давай, давай. Я, конечно, не такой особо ярый фанат файдингов. Но Mortal Kombat это, грубо говоря, световая, конечно же. С чего все началось? С Mortal Kombat'а. Ай-яй-яй-яй. Да что? Еще давай завали меня. Будет вообще здорово, да? Так, ничего. И драться ими не умею. Пытаюсь изо всех сил. Сзади голосуют монахи сидят. Шаолиньские монахи. И они самые суровые монахи в мире. Воу. Полегче. Так, еще разок красавчик я. Конечно. Сам себя не похвалишь. Никто не похвалишь. Ну, отнюдь. Это был прорыв в игры индустрии на Сиге. Потому что здесь есть тени. Во-первых, реальные живые тени. Посмотрите. Ну, это, соответственно, просто анимация. Основного нашего персонажа просто поменена палитра. Что-нибудь сделаем? Какой-нибудь фаталити? Нет? Ну, вот там. Козявку пустил. Вот. Просто повернуты под другим углом тени. Но это те же самые анимации. То, что мы делаем. Все наши движения. Люкэнг. Интересно. Хорошо. Люкэнг, так Люкэнг. Против нас сражается Люкэнг. Будда сидит. Или кто это волосатый такой? Больше похож на черного бога. Отходи, друг. Ё-моё. Ну, Люкэнг здесь, конечно же, другое. У него нет повязки на голове. У него штаны просто черные. Зараза, на тебе. Хе-хе-хе. Люкэнг. Люкэнг еще на. Хе-хе-хе. Бонзай. Бонзай, Люкэнг. Есть такое дело? Ой-ей-ей. Слушайте, заколбасил. Более агрессивный он здесь изображен, Люкэнг. Ну, и анимация здесь такая... Более такая пластилиновая, как бы. Еще не сильно так разработана. И не сильно доработана. Но все-таки прорыв был. Ой. По-моему, для декорации использовать фотографии тоже обработаны. Вот это очень здорово, здоровско было придумано. Это действительно был прорыв. Ну, Люкэнг нас просто уделал. Хламенос причем. Так, кого мы еще выберем для просмотра? Давайте Люкэнга и выберем. Чего бы нет-то? Сонечка еще есть. Надо Сонечку посмотреть, обязательно будет. Какая у нас Сонечка там симпатичная. Ого. Зал Гор. Это я помню. Уже есть, смотрите, статуи Саб-Зиро, Джонни Кейдж. Джонни Кейдж в очках. Скорпион, Рейден. Все здесь есть. И Соня есть. Все есть. Так, ну что мы умеем делать? Ничего пока. Я не получается у меня ничего пока делать, но я стараюсь. Нет? Не можем ничего сделать. Нет. Так, комбинации, которые работают во втором Бортл Комбате здесь не срабатывают у меня. Не получается сделать ни... О, вот это получилось. Отлично. Но здесь, по-моему, комбинации делаются проще, чем во втором Бортл Комбате. Тем более, чем в третьем и ультиматуме. Это естественно. Есть такое дело? Хорошо, я понял, как это делается. Так, следующий какой этап? Следующий приемчик. Надо тоже какой-нибудь исследовать такой. Ага, есть такое дело. Ха-ха. Работает? Работает. Все есть. Вспоминаю что-то, даже вспоминаю. Я помню в детстве... Не в детстве, а когда это было... Были залы компьютерные в детстве, говорю. Только залы компьютерные. Ну уж, как сказать, компьютерные. Sega была, Dendy была на выбор. И старый-старый компьютер. В 386-е, 286-е. Ой. Поджарил, в общем, я с Абзиро, пока с вами разговаривал. Так вот, там были на выбор, естественно, игры. Все были части. Первая, вторая. Третья, ультиматум. Но все выбирали вторую почему-то. У нас, она, говорю же, была более распространена. И более любима. О, Сонечку увидим сейчас. Сонечка. О, какая Сонечка красивая. Костюмчик у нее, как в третьем ультиматуме. Во второй части немножечко другой. Но мы тоже будем подробно все это смотреть, обсуждать. Общаться на эту тему. Ха-ха-ха-ха-ха. Получи, собака. Не, не хочешь? Есть такое дело. Слушайте, он вообще ее не задевает, да? Вот это, конечно, печально. Ну, здесь еще, конечно же, алгоритм просчета ударов совсем другой отличается. Тем более порт, нежели вторая часть. Вторая часть это уже отдельный проект. Там все гораздо логичнее, симпатичнее и лучше. Но мы не забываем про первые части. Все-таки, все, что новое, это хорошо забытое старое. Давай! Слушайте, он не попадает на... А, я понял, это просто перелет. Как телепортация у Рейдена, например, да? Понятно все. Ну, у Сони ударчики, конечно, хороши. Ммм, белоснежная улыбка, осиные талии и накачанные бедра. Что может быть симпатичнее девушки, да? Ха-ха-ха-ха. Окей, хорошо. Давай уже, Люкенг. Что ж ты как Иван-то у нас? Так. Штикнопочный контроллер используется. Это радует. То есть, надо знать еще определенно, на какую кнопку нажимать. Практика из Mortal Kombat. Ультиматум. Ах, не скинуло, жалко. Ну что, на этом я предлагаю закончить такой кратненький взгляд, обзорчик на эту игрушку. Вроде бы все, обсудили и звук обсудили. Звук в целом неплохой. Где-то на 8 баллов из 10. Ну, 7-8 баллов, да. Графика здесь, конечно же, если учитывать, что это 92-й год, тем более порт с автоматов, то, конечно же, графика здесь на уровне. Можно дать тоже 7-8 баллов. Ну что, ребят, всем спасибо. Скачивайте, играйте. На заднем плане у нас сидит Шан Цунг. Шан Цунг. Шан Цунг был лидер на первой смертельной битве, поэтому никакого о Шоу Кане и речи о Шоу Кане никакой речи не было. Поэтому, хорошо. Ссылка будет в описании. Скачивайте, играйте. Всем спасибо. Пока.